Итак, товарищи, я бесконечно благодарен, что мне дали возможность выступить перед своим высоким научным сообществом. Цель, которую, как я видел и сейчас убедился, это очистить науку от лженов. Наша с вами цель, по крайней мере, у моих глазах совпадает 100%. И я определенный вклад сделаю с сегодняшним докладом. И завтра будет не менее важный в этом плане доклад в комнате 343, тоже вечерняя, но там предпоследнее. Все, что я вам сказал, в принципе, изложено в первоисточнике, вот в этом пятом томе, который все получили, надеюсь, сегодня. Если кто-то не получил, подойдете ко мне, я дам. Я дам пятый том. Здесь оба доклада есть, они изложены на каждом свете. Понимаете? Ну и последнее, что я хотел сказать. Учитывая важность этого материала, я очень верю, я, можно сказать, уверен, что этот материал, который сейчас я изложу вам, в принципе, завтра, как дополнение, повлияет на судьбу и на жизненный год многим из вас, но именно в духе улучшения вашей деятельности, отдачи эффективности. Итак, L-теория всего. О чем идет речь и что мы будем здесь с вами обсуждать. Постановка задач. Постановка задач заключается в том, что, в принципе, всем это вам хорошо и прекрасно известно, что в прошлом столетии было очень много сделано открытий, то есть получения достоверных доказуемых данных астрономов. Они нашли такие вещи, о которых до этого никто не мечтал. Прошло сто лет, а ответов, почему это и как, до сих пор нет. Некоторые из них я перечислю вот в этих четырех строках, но учитывая, что доклад большой, я буду, как говорится, пролетать быстро, больше вставлять эмоции, а у вас есть полный текст и что-то отсюда читать и без меня можно. Мне важно, что вот эти особенности, эти, еще раз повторяю, доказуемые данные, то есть это неопровержимая информация, они известны. Астрофизики начали с начала года создавать очень много теорий. Самое главное это теория Эйнштейна, потом банковая физика, и я не буду перечислять эти струйные эммы и так далее, а то уже вообще неинтересно. Они появились, миллионы страниц написаны, но ответы на эти вопросы астрономов так и не появились. Поэтому ясно, что уже сто лет у нас кризис в астрофизике, а астрофизика это часть физики, то есть, который запачкал и классическую нашу любимую физику, он имеет место. Моя задача в этом докладе, во-первых, первое, выяснить, а почему этот кризис произошел. А второе, предложить свое решение, которое даст ответы на все вот эти вопросы астрономов. Это очень важно. Но хочу подчеркнуть, что во всей нашей работе, для некоторых это может показаться парадоксально, важное место имеет философия. Обратите внимание, мы себя называем, или по крайней мере здесь в России называют кандидаты наук и так далее, а на Западе, а на Западе каждый ученый называется доктор философии. То есть, понимаете, у них с корня исторического самого начала вся наука это философия. А я с Украины. У нас тоже все бывшие кандидаты, сейчас называются докторами философии, официально, по закону Украины. То есть, слово философия чрезвычайно важно, и от нее нельзя уходить. Вот это очень важный момент, хотя мы занимаемся физикой, здесь очень много предметных вещей, они все суперважные. Но в основе лежит корень мышления философия. Итак, еще на заре зарождения философии, античные времена, где-то две с половиной тысячи лет назад, философы занимались только тем, что осваивали, что такое природа, как ее исследовать, изучать и так далее. То есть, там только зарождалось это понятие наука. Один из них, Аристотель, когда выяснил, что в области, ну то, что мы называем сейчас физика, этой науки набралось очень, этих данных собралось много, назвал это второй философией, под названием физика. И вот с тех пор физика, как вторая философия, подчеркиваю, как философская наука, существует постоянно. Мне очень важно, что все зарождалось под ее руководством, она формировала мышление, философия закладывала, как нужно доказывать, как нужно говорить и так далее. То есть, вот это очень важная вещь. И когда физиков, а вместе с ней астрофизиков, ушли как бы в сторону, роль философии контролировать, как они творят свою теорию, как у них там получается или нет, и как соответствуют результаты реальной этой степи, предметной исследовании. То есть, что я хочу сказать. Еще с тех времен философия уже была обречена быть арбитром всех наук. И сегодня в том числе, так же как Организация Объединенных Наций, руководить государствами с единых позиций, чтобы, так сказать, все было нормально. Вот о создании этой ООН, Организации Объединенных Наций, а наук, вы услышите завтра. Это я сделал, начал этот процесс в прошлом году в Греции, где рассказывал я это только о том числе. Ну а теперь уже по существу, чтобы выяснить причины развала нашей с вами науки. Итак, впервые Ньютон в 1687 году создал теорию астрофизики. Ну и как полагается, физики другие сразу же его решили проконтролировать. И Кант просмотрел все его доклады, изложения и так далее, и выяснил, что он сделал все по принципам натур-философии. Вот это очень важный момент. То есть он доказал, что на самом деле в соответствии с законами физики, но этот закон, этот совокупный закон, он называется натур-философия, то есть выведением всего происходящего из фактов природы. Это очень важно. И в результате мы получили столь мощную науку, которая потом больше двухсот лет всех удовлетворяла, соответствовала, так сказать, критериям и так далее. Но, хорош Ньютон, но, вспомните те времена, когда он это писал, слово электричество просто не существовало. Слово радиоволны просто не существовало. Поэтому требовать от него больше, чем мы хотим сейчас, конечно же, это нереально. И честно скажу, то, что я вам расскажу, я фактически возвращаюсь к Ньютону, и дам, в конце вы это увидите, всего лишь пять дополнительных определений. Пять. И сразу весь космос в наших руках, и сразу мы отвечаем на любой вопрос астрономов, которые всех беспокоят. И здесь, в каждом втором докладе, звучат. Ответы более эффективные, более обоснованные, вы услышите в моем докладе. Итак, начало разрушения требований философии в астрофизике. Кто начал первым? Эйнштейн. И он не скрывал, что он создавал свою теорию на базе свободного вымысла. То есть это, будем так говорить, полет обычного писателя-фантаста. Кому-то что-то ему взбрело в голову, он что-то там сказал. И все дружно должны повторять. И вот здесь появился Эйнштейн, который своим свободным вымыслом написал свою теорию. А в чем суть происходящего? Он просто писал уравнение. Ну вот, человеку подхотелось бы. Написал уравнение, а вот он сидит и ждет. А вдруг подтвердится. А вдруг нет. Между прочим, квантовая физика абсолютно то же самое. Абсолютно. Вот. И самое главное, что если даже и появлялись какие-то доказательства, подтверждения справедлива с его формой, то первое, и это опять-таки на нашем конгрессе прозвучало, не было обеспечено строгих требований проведения эксперимента. Мало ли, что вы там цифры какие-то напишите. Есть понятие теория проведения эксперимента. Делать в строгом соответствии. Ну а эту историю с квантовой, с доказательством, основного доказательства теории относительности, я думаю, даже смешно обсуждать. Вот когда я сказал, кто виноват и начиная с чего, я сейчас при вас без эмоций, но доказательно. А доказательства тут будут на уровне школьника. Покажу, что теория Эйнштейна это блеф полностью. Вспомните, нам рассказывали в первый день, с чего началась доказательство справедливости теории Эйнштейна. Ну посмотрели отклонение луча там при затмении солнца. Но от чего это отклонение? Любой даже школьник, любой из нас знает, если свет пустить, допустим, по Сен-Диву, вода крутится, там от него чертеже останется. Школьник любой знает, что вот эта треугольная призма, это доказательство для начинающих школьников, что свет, попадая в более плотную свету, обязательно меняет направление своего движения. А там у нас вокруг Солнца попал этот свет в оболочку Солнца, короче, в более плотную часть Солнечной системы. Естественно, произошло отклонение. Степень его отклонения, протуберанции всякие и так далее, я уверен, что там колебало его в десятки раз. Ну, зафиксировали в антисанитарных условиях. Люди, кто участвовал, описывали, что там тучи и так далее, но мне это даже не интересно. Мне главное факт. Причем тут Солнце, если в обычной призме, так, я виноват, не показал, что в обычной призме, это прекрасно все видно и не нужно на Солнце лезть. Но на фоне этого, если говорят, что да, это очень важно для обоснования гравитации и так далее, потому что тело большое. Но причем тут Солнце? У нас есть большое и очень доступное нам тело всегда сама Луна. Если вы ее видите каждый день, то почему вы не видите вот этих отклонений лучей света от Луны? Луны, когда тоже вроде бы по теории Эйнштейна должна была вызывать гравитацию. А ответ очень простой. Опять-таки, на уровне что ли? У Луны нет атмосферы. У нее нет причин, так сказать, искажать полет луча Солнца. Все. Отсюда сразу же ясно, что гравитация – это совершенно пустой звук, созданный писателем-фантастом, который, к сожалению, внедряется везде, любая публикация и так далее, и, к сожалению, даже в наших рядах, прямо вот на этом заседании, вспоминалось как основная причина исследования и так далее, исследует того, чего нет. Это просто опыск одного писателя-фантаста. Теперь следующая теория – квантовая физика. Но тут история еще более интересная. Основное доказательство квантовой физики – полным-полно их, как мультики в интернете. Очень много. Вот фрагменты одного из них приведены сейчас перед вами. Суть происходящего, если кто не видел, но я уверен, что на 99% вы все это знаете, поэтому я как бы продвинусь. Берут источник электронов, вот в этой картинке, пропускают, и он проходит насквозь, и мы видим след одинарный. На фоне этого запускают волны, волновой процесс, и естественно, так как щель одна, то у нас и светится одна линия. А затем, и вот здесь парадокс, в третьей этой картинке, посмотрите, надеюсь, видно, где я показываю, да? Вот то, что я обвожу, видно? А, есть. В третьей – взяли две щели, и тот же источник, как они утверждают электроны. Вдруг, смотрите, сзади уже кошмар, сколько всяких линий, но это то, что называется волновой эффектой, то есть для обывателя ясно, что уже электроны забыли, уже пропускают через эти две щели обычный свет. Рядом показывается на следующей картинке, здесь, что будет, если пропускать, ну, то, что называется, через волну, волновой эффект. Да, естественно, здесь получается много этих линий. Но самый парадоксальный, последний рисунок, возле этих щелей поставили так называемое понятие наблюдатель. Что оно такое? Никто совершенно не знает. Но это обязательно во всех теориях муссируется тысячи раз и так далее. И когда этого наблюдателя, который принцип работы не знает, вообще, куда он появился, как он свалился, поставили рядом, смотрите, сзади опять восстановились две линии. То есть нормальное движение не то. Но столь абсурдного доказательства, я считаю, что оно просто терпеть невозможно. Но когда, я согласен, первокласснику показывают великие ученые физики, что это так, но он в режиме автомата верит. саксонское образование как бы действует. А теперь посмотрим глазами нашего человека, нашего специалиста. Между прочим, вообще-то я сам по природе компьютерщик. Я воспитываю хабеи в нашем политехе, хакеров. Но мы эти компьютеры знаем от и до. И вот посмотрите, электронно-лучевая трубка, вот она здесь. Она так же, как и в том эксперименте, имеет здесь пушку электронную, но тут даже еще хуже. Тут три, это же цветной монитор. Три пушки. Но мы знаем, что это электронный 100%. Эти пушки излучают электроны, которые должны пройти через вот эти очень маленькие щели, а в некоторых мониторах это на самом деле не отверстия щели, и попасть на экран. А экран сразу же после этих щелей. А там люминофор. И для каждого лучика свой люминофор. И не дай бог, если он сойдет с пути, у меня картинка уже не светлая, это уже искажение сумасшедшее. То есть, что я хочу сказать. Если опираться на то доказательство, которое нам дает Мутин для всей квантовой физики и посмотреть на электронно-лучевые трубки всех мониторов в миллионы, миллиарды и так далее, то они доказывают, что ни один из этих мониторов никогда в жизни не заработает. Но мы-то знаем, работает. А самое интересное насчет этого наблюдателя. Я приглашаю электронщика, который сядет сбоку от этого монитора. А что, у меня картинка ухудшится, изменится. Что-нибудь изменится вообще. Да ничего. То есть, понимаете, вот эти навязанные мысли, они вот в режиме автомата сказали и не дай Бог обсуждать. Вот это меня больше всего возмущает. И поэтому я категорически с этим не согласен. И делаем вывод. Вы доказательства мы видели. Еще раз повторяю. Это не эмоции. Это профессиональные взгляды на обычные процессы в природе и так далее. Вот. И мы сделаем вывод. Во-первых, что это бред. А во-вторых, не только мы. А они сами о себе пишут. Вот смотрите. Они, эти новые теории, не могут быть истинными одновременно в одном пространственно-временном масштабе. Но если они сами это говорят, что создали теории, которые не могут совместиться и существовать правильно, то зачем вообще это брать и нам понимать. То есть после этого ясно, что такие теории, а их сто лет нам навязывали, использовать категорически нельзя. И нужно делать что-то свое новое. Возникает вопрос. Возникает вопрос. А как же философия смотрит на правильный путь мышления, физика, квантовой физики, теории относительности и так далее. Вот здесь очень интересное, очень раннее кстати, сообщение Бертон Рассел. Я очень уверен, что вы эту фамилию по молодости слышали неоднократно. Вот он еще в 19 году сказал, логические конструкции не дают априорных результатов познания природы они нуждаются в доказательной данной. То есть нечего писать просто формулу. Ты сначала найдешь в природе это явление, а потом его объясняешь. И только в соответствии с ними приобретают физическую содержательность. А приорной очевидности не существует. деда. Вот это будем говорить один из лидеров философии, который на самом деле умеет мыслить. А главное я уверен, что ни у кого из вас возражений против этих слов быть не может. Потому что ясно, что если нет доказательных данных в природе, то о чем можно говорить. Ну о сказке философов вы думаете. Но это не значит, что налогоплательщики допустим Европы на этот коллайдер должны были потратить триолионы, чтобы искать то, чего триоли нет. Но выжили из них. Потом искусственно назвали, что получили и опять сейчас новый эксперимент натует. И опять и так далее. Но это уже другой вопрос. Кормушка совершенно верно. Абсолютно. Хуже, хуже. Все сто лет миллионы страниц и все пустую лишь бы им деньги не платили. Но обыватель доверяет ученых. Великий ученый. Да, да, да. Ага. Вот что-то непокорение. Наверное. То есть понимаете, отсюда вывод наш в теории на базе свободного вымысла должны быть запрещены как антинаучные разрушающие развитие науки. Это мы с вами не понимать. Что? Камни с ней попадать не могут. Заявки на их обнаружение не принимать. Я хочу вам на помощь стать. Завтра в это время только в другой комнате я буду рассказывать какой я создал всемирный инструмент который будет помогать вам а вы только будете научно подсказывать и так далее. Вот это произойдет завтра но сейчас не будем тратить на это время. А если кого интересует этот пекст сейчас в том дополнении том 5 который вам дали это первая статья первая статья там все скажем. Ну а теперь ожидания современных анстралов. Конечно же они хотят получить ответы на те вопросы которые имеют место на самом деле доказательные и так далее. Поэтому раз проблема есть астрономы я считаю это люди абсолютно кристальные потому что они то что видят то что наблюдают то и сообщают а не какие-то сказки то нам нужно с вами создать такую новую теорию которая позволяла бы отвечать на эти все вопросы одноразово сразу же единую компактную но чтобы отвечать на все эти вопросы единственное я хочу посоветоваться мне все равно сейчас закончим а у нас у меня заложен последний доклад доклад очень интересный очень важный но там же обычно комментарии после этого и так далее если у вас есть интерес и вы говорите продолжая говорить дальше я не возражаю потому что здесь будет больше эмоций в отличие от того пятого дома от того что вы здесь видите я хочу вот именно индивидуальное отношение то что в тексте не пишется оно работает честно скажу я еще половину не рассказал но впереди самый интересный доклад итак я продолжаю дальше мне очень важно что мы выяснили что теории базовые которые все используют они не природные неправильные а мне нужно создавать новую теорию у философов на это есть очень важный один способ решал он называется по принципу бритвы акама акам акам да это очень важный принцип то есть что я хочу сказать если в этих теориях которые будем говорить как бы противоречат моим или с которыми я борюсь что-то есть то я просто мы доказали что они не справедливо я просто их не учитываю чтобы их ошибки не закладывать в свою теорию вот и все то есть вот с этой секунды вы должны забыть слово теория относительности квантовая физика и слушать меня с нуля потому что сейчас будет совершенно новое мышление очень много будет неожиданного но оно даст ответы на все вопросы основного сразу всего лишь пятью вставочка итак сейчас секунду новая астрофизическая теория для всего космоса вот сейчас это новое мышление начинается одиннадцатая страница конец у нас на 22 итак что я хочу здесь сказать первое я должен ее рождать в соответствии с требованиями философии а именно натурфилософии то есть опираться только на то что дают мне астрономы и доказывать давать теорию для того что они наблюдают потому что для них это кислород и она касается каждого изна вот это первое поэтому как всегда новая теория начинается с общего так сказать вопроса что такое мы же теорию космоса делаем что такое космос для меня космос это не только пространство нашей вселенной но и все за ее пределами обычно в астрофизике такие теории называют теория всего Эйнштейн пытался создать не получилось еще там есть десятки вариантов которых авторы после выступления пишут но я знаю что у меня теория не работает вот и все в нашем случае все заработает вы увидите что не будет проблем теперь функционирование нашей вселенной с точки зрения опять-таки философии нужно начать с того что является базовым для объекта исследования а базовая это материя материя вытесленная суть вселенной это материя так вот она начинает начало всей этой теории и тут никуда не денешься за пределами материи нету ничего для того чтобы доказать с учетом того что я сказал не то он молодец но не все было известно в те времена я предлагаю два типа материи два противоположные по своему в принципе существу а именно первая атомарная материя которую мы знаем но ее свойства я расширил и вторая это динамическая материя с точки зрения обывателя это будет обычный радиоволк но не воспринимайте это как обыватель впереди я все это расскажу более детально и более хорошо итак атомарная материя это любые образования на базе атомов или их компонентов элементов таблицы Менделеева и самое главное для нас что атомарная материя может находиться как в состоянии относительного покоя так и движения очень важно и самым главным для космоса вселенной является то что атомарное материя с точки зрения функционирования вселенной всегда стремится группироваться то есть все атомы всегда стремятся стремятся объединиться в единый центр и после этого у нас появятся черные дыры рождение новых вселенных и так далее вот это стремление к объединению очень важно но у атомарной материи есть и неприятность с точки зрения обывателя если они сталкиваются эти фораменты разбиваются и так далее нарушается структура но это надо признать вот и все так же как и эти частицы которые нам навязывают они могут разбиваться возникает вопрос а почему они стремятся объединиться кто их стягивает в единую точку вот здесь очень интересный пример доказательства притяжения атома автоматического показал американский астронавт на нашей МКС у меня есть видеоролик если кто хочет мне важно что этот эксперимент был официальный его смотрели как в России так и в НАСА контролировали все движения даже повторяли заставляли повторять а идея примитивная до запредельного он взял вот в этот кулечек целлофановый засыпал порошок соль и запах мне очень важно что они совершенно не магнитные так сказать как только раскрыл этот кулек надул его чтобы он стал больше мгновенно а это заснято на видеоплёнке мгновенно через 1-2 секунды все эти атомы соединились и вы видите буквально образовалось какое-то новое атомарное объединение почему потому что это в космосе я понимаю на кухне за столом это не произойдет дальше они взяли другие образцы атомарной материи в частности кофы и так далее мне очень важно что везде был один и тот же результат они все притягивались друг к другу образовали новые более плотные атомарные объединения хотя на земле никаких намеков магнитных свойств ни у того ни у другого ни одного из них не было вот это очень важно вот что значит в космосе в невесомости атомарные появляются возникает вопрос хорошо если они притягиваются то что вызывает что придает атомам свойства притяжения магнетизма откуда если на земле никакого притяжения нет значит нужно отметить что как мы с вами знаем электроны это вращение электрического заряда ватами а раз заряд движется он создаёт магнитное поле это бесспорно ясно также что они такие маленькие силы эти столь мизерные что их даже ощутить очень и очень тяжело но так же как у МКС было обратите внимание атом воды содержит 4 на 10 21 степени атомов водорода и вот когда эту огромную массу атомов взять приблизить и так далее конечно же они вызывают очень сильные силы притяжения это стопроцентный факт а доказательство этой мысли идет ниже об этом свойстве атомарной материи знают прекрасно и ящерицы и муки и так далее которые ползают без всяких приклеиваний магнитов и так далее по потолкам по стенам элементарно вот самый такой известный в народе объект это геккона это обычная ящерица но у нее на лапах различные щетинки их порядка 6 миллионов но диаметр такой маленький что меньше чем длина волны видимого света и вот когда она приставит стеклу к чему хочешь эти благодаря своей маленькой маленькому диаметру щетинки сразу же магнитятся к этой поверхности она спокойно бегает но это всем доказывать не нужно так сказать это все знают без всяких присутствий это не присутствий ты знаешь без всяких присутствий а да да это вы хорошо меня поправили просто вариантов сделать перемещение очень много согласен кстати эту идею сейчас активно пытаются использовать как американцы так и другие страны они военные особенно им нужно лазить по вертикальным сценам без всяких жестков и так далее вот они сейчас делают эксперименты не важно что когда эту идею притягиваем магнитных свойств материи и материи оценили выяснилось что только лишь вот эти щитинки могут удержать два человека на месте немцы сразу же как говорится пошли навстречу и вот на этой картинке вы видите они спокойно сделали власти по принципу лапки гекона и вот смотрите этот человек который этим занимался приставил ее к потолку абсолютно ровную поверхность смазывающих и так далее и спокойно висит в таких картинах полны полно во всем интернете это потрясающе но еще раз смотря доказательства не то что там прилипало и так далее как бы правильно мне подсказать это обычное притяжение атомов к атомам это это колоссально и вот это сила все время материю стягивает стягивает вот но факт тот что это имеет место атомы у нас учили всегда что эти атомы они инерционные ничего там нет и так далее следующий вопрос здесь уже пойдем более глубже вследно это большая резонансная система сейчас мы это с вами докажем это очень важный момент почему потому что критики сейчас меня начнут притягивать ну хорошо атомы крутятся а они теряют энергию а отчего они не падают на ядро и так далее вот мы сейчас эту проблему падения на ядро снимем это это очень момент важный я помню когда тоже здесь сюда суда фруктации делал и мне это было очень важно и так как мы с вами выяснили любой атом это маленький магнитик но электрон движется по спирали и он естественно излучает радиоугол то есть любой атом это передатчик радиопередатчик который излучает радиоугол возникает вопрос что это за сигналы и так далее американцы если вы помните в 30-х годах создали радар ну военных целей и увидели что в космосе с любой точки космоса все время идут очень высокие гамма-излучения высокочастотные радиоугол они увидели но понять что это такое им было не дано к сожалению но с тех пор вот это свойство радиоволны из любой точки вселенной называется остаточное излучение вы меня извините и фотографию даю вот на этой фотографии это последняя фотография этого спутника красная линия это излучение нашей галактики вы меня извините причем тут остаточное если наша галактика через 2 миллиона лет миллиарда лет появилась после того что они называются а на фоне нашей галактики все вот эти верху внизу части а сколько там таких галактик которые тоже молодые а их все равно причисляют к этим остаточным и так далее то есть тут настолько много обмана и который школьник спокойно поймет вот я естественно это не принимаю и сигналы радиосигналы есть никуда не денешься астрономы видят и поэтому я делаю такой вывод что наша вселенная является резонансной системой все они излучают все друг друга подписывают энергии но есть более так сказать мощно есть меньше и вот самые главные с моей точки зрения вы найдете другие доказательства это резонатор наше солнце ну казалось бы солнце там все горит внутри и так далее чем ближе к космосу тем холоднее должно быть а астрономы видели что поверхность солнца в полтора в три раза более горячая чем внутренние слови как вы это докажете вот они говорят докажите почему у нас солнце такое горячее снаружи а не изнутри я вам даю ответ солнце это резонатор в нашей солнечной системе вот он как раз подпитывает все эти наши планеты и так далее чтобы атомы солнечной системы не разрушались это очень важный момент резонатор и в резонансе нахождение всего 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 от тех кто у нас очень много толковых физиков которые рассказывают теорию поля и так далее я думаю что мы здесь должны даже пересечься только у них поле это что-то материальное а здесь резонансная система обычные радиоволны связывают если вы живете в Австралии а перетачик начал работать в Нью-Йорке нажали на кнопку и сразу же слышите оттуда перетач то есть понимаете радиоволны не требуют для своего перемещения энергии но они входят в резонанс с любым другим друг друга подпитывают вот это очень серьезная и очень важная вещь я прошу на нее обратить внимание она дальше у нас еще пойдет динамическая материя атомарную прошли увидели что самое главное что они соединяются с одним оттуда в принципе они в конце концов образуют вот то самое плотное место в любой звезде которое потом кончается в черной динамической материи то чего принято не было это обычные радиоволны потоки электромагнитного излучения их иногда называют фотонами но мне это даже не интересно они не частицы в чем особенность динамической материи то есть радиоволны здесь тоже доказывать никому ничего не надо все это прекрасно без меня знаете о том что они могут проходить одна сквозь другую совершенно не пересекаясь не тормозясь и так далее вот это свободное движение в любом направлении а самое главное что они могут передавать механический импульс то есть они могут сталкиваясь с атомарной материи или дать ей ускорение сдвинуть ее с места или быть просто поглощенным или частично и то и другое но мне важно другое что есть материя которая никогда и нигде не останавливается если атомарную останови стационарную и так далее то здесь всегда только лишь сумасшедшее движение со скоростью 300 тысяч километров в секунду и никуда не денешься вот это два разных полюса понятия материя которая нас окружает возникает вопрос откуда же эта динамическая материя берется и очень много в мире и так далее хотя атомов тоже не спрячешь и американцы это тоже замеряли но там этого не так много как мы ощущаем в реальном космосе и так очень важно обратить внимание на то что в звездах это атомарная материя все время в результате всех этих реакций и так далее превращается из одну в другую и в частности известный из любого учебника факт что на солнце каждую секунду 600 миллионов тонн водорода превращаются в 595 тонн геля в результате взаимного преобразования это факт это все знают не только астрономы физики и так далее возникает вопрос а куда делись 5 тонн что они просто исчезли я думаю раньше когда слова динамическая материя не было и особенно не возникало вопрос ну куда-то там а куда что и так далее а для нас с вами это очень важно еще раз подчеркиваю наше солнце каждую секунду создает 5 тонн динамической материи а теперь представьте себе все эти звезды вокруг и так далее галактики сколько они создают этой динамической материи и как она распространяется и так далее мы это видим через свечение галактик и так далее но это уже другого очень важно другого что энергия создается но она создается в основном внутри этих звезд так же как и у нас внутри нашей земли внутри а внутри представляете там все самые тяжелые атомы собираются к центру а тут еще и появляются эти радиоволны там кошмар что творится опять-таки смотрите интернет об этих радиоволнах внутри звезд которые образовались но не могут вырваться полно и полно записей они могут не вырваться тысячи миллионов лет подряд пока где-то там не прорвут в этой звезде какую-то дырку и не выйдут наружу то есть когда солнце излучает это не значит что оно излучает все там внутри накапливается еще очень и очень много различных остатков этого динамической энергии так разрешите продолжать да ок и так мы с вами остановились потому что есть динамическая материя которая накапливается в больших количествах внутри любой звезды любого светящегося объекта в том числе между прочим и в нашей горячей земле в том числе там где есть что-то излучающее и не пускающее наружу у меня это очень много все везде говорят что взрываются звезды взрываются там всякие объекты и так далее возникает вопрос а чего они взрываются говорят что взрываются а непонятный вопрос а где же динамит где тот динамит который взрывает эти звезды никто об этом ничего не говорил а теперь когда мы поняли что есть динамическая а теперь когда мы поняли что есть динамическая материя которая страшно в количествах накапливается внутри солнца ясно что именно динамическая материя является динамитом взрывов этих солнечных звездных образований в частности вспомните как у нас появляются пятна на солнце это вот это накопившееся динамическое прорывает какие-то куски внутри солнца выбрасывает наружу а для нас откуда они берутся они берутся изнутри потому что внутренность солнца гораздо холоднее чем наружная ее часть и мы видим да темные образования они более холодные но мне важно другое что есть звезды которые никак не могут определить у них свечения появляются чуть ли не как лазерные лучи и так далее это звезды типа гвазары пульсары и так далее ваше мнение с точки зрения сказано а что это такое это звезды в которых эта динамическая материя хорошо прорвала дырку и сквозь эту дырку все накопившее за миллионы лет вырывается на вот и все ответ по детски простой и поэтому они светятся на самом деле не миллиарды лет а некоторые вообще чуть ли не за сутки в общем очень короткое время но все что накопилось выбросили все и дальше опять накапывается но принцип дырка внутри этого слоя то есть это все объясняется очень легко а теперь здесь в конце листа обратите внимание предлагается способ как остановить все вулканы на нашей земле этот вопрос вообще нету места честно скажу когда я школьникам это показал они мне говорят это же элементарно то есть это вообще-то детский лебедь земля внутри это могу так сказать горячая часть которая накапливает динамическую материю и которая вырывается славой и так далее зрязью наружу нашей земли она же перемещает эти слои и так далее возникает вопрос а как же это не допустить это очень просто возьми другую ставь туда и все единственная здесь опасность которую я вижу первое если я сразу спущу все то земля может ее вообще остыть по крайней мере я не знаю здесь нужны исследования то есть тут нужно подходить осторожно и вторая трудность диаметр в нашей земле довольно большой то есть нужно выдумать трубы которые при этой горячей среде могут существовать то есть это хорошая инженерная задача длина труб то же делаешь длина это сотни километра земли нет трубы ну вот эта картинка смотри мне нужно трубу ставить так чтобы дойти до места где накапливается низ насколько я знаю практически эту задачу никто не ставил и просто любители наши работы этих подземных насколько мне известно дальше 12 километров не доходили ну у меня было потребность 13 вот это нет дальше не пройдите его не надо дальше у них не пройдите никто а если вам говорят что я не хочу чтобы взорвался Лос-Анджелес и половина Америки а я не хочу чтобы там Крататавы и так далее взрывались и убивали миллионы людей естественно я как инженер начну выдумывать эту трубу копать но чтобы защитить чтобы не двигались эти части планетарные и так далее мне важно что это элементарно просто легко исходя из этой теории вот и все я согласен что раньше никто эту задачу вообще не ставил следующая задача которая известна всем и здесь тоже звучала галактики перемещаются движутся при том движутся с ускорением в чем проблема если в двух словах мы выяснили что такое динамическая материя она дает импульс и так далее и поэтому если в двух словах то результаты их движения это и результат свечения самих галактик самих галактик очень много известных здесь показаны примеры всяких всяких космических аппаратов у которых вообще нету ни горючего ничего обычная пленка тоньше чем человеческий волос но на нее падает свет от солнца от лазера там и так далее там вариантов очень много она этот космический корабль может развивать скорости чуть ли не световые чуть-чуть сдвинь этот парус и ты уже летишь в другую галактику и так далее это известно это детям даже рассказывают а есть галактики которые все время светят светят естественно этот свет попадает на соседнюю галактику отодвигает ее другая в другую сторону и так далее вот они просто сами себя раздвигают пока они светятся движение галактик будет но мне очень важно свет это постоянное движение то есть он на самом деле придает ускорение вот откуда удивляющее всех движение с ускорением они просто толкнули все а это движение с ускорением это очень важный момент но видите как легко и просто отвечается в рамках этой фигуры дальше вместо того что я вам сказал мы видим во всяких передачах и так далее появилось понятие темная энергия что это такое никто не знает что ее сейчас 70% массы всей вселенной но согласились согласитесь что вы меня извините изображение но такой бред я теперь не мог когда на самом деле элементарно свет движется развивает и так далее это понятно чуть ли не каждый мешкан то есть вот эти ошибочные утверждения они конечно же очень портят лицо науки под названием физика астрофизика следующий вопрос черный дыр тоже тупиковая черная дыра сознание и физика вот сколько там не говорят вот но толком объяснений никакого я не слышал не видел и нету и здесь вспоминали но тоже самое совершенно некорректно и так согласно этой теории черную дыр наследниками вселенной являются как раз эти черные дыры вот это очень важный момент то есть что я хочу сказать как мы выяснили свойство томарной материи она всегда устремляется в единый центр самый тяжелый накапливается накапливается и внутри звезды наступает такой момент что уже такая материя что существовать просто не может вот это и есть момент создания черной дырой она на самом деле они вся эта материя которая там есть она уже переднасущенная теперь становится черной дырой а с нашей точки зрения в этом месте появилась новая вселенная суть этой сингулярности сейчас люди от этого слова сингулярность и так далее еще сверх естественно собрались эти атомы в кошмарном количестве самые тяжелые и так далее и я же вам говорил резонансная система вселенной и так далее они пришли в такое состояние в котором при этой резонансной частоте не существовать не мог и там появляется новая резонансная частота новая скорость света если это называть светом свет у нас это то что колбочки мы принимаем а там это совершенно может быть другое но с моей точки зрения это конечно я не доказал законы те же физические но масштабы просто другие вот и все и когда образовалась черная дыра значит же там образовалась новая вселенная и наша вселенная это внутренняя с одной из черной дыр той вселенной которая создавалась наша черная дыра особенно черный дыр они съедают все это я думаю декларировать не надо съедают не только газы планеты там метеориты и так далее съедают галактики все 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 съедают возникает вопрос но там же внутри другая резонансная частота вот они говорят что все засасывает а нам ничего не видно черная так потому что там совсем другие частоты то есть то что мы называем светом видимым и так далее а там уже совершенно другие частоты которые здесь мы воспринимаем то есть это на уровне террагерц и выше я гарантирую что если у нас появится аппаратура которая будет мерять на этих террагерцах и гораздо выше мы будем насквозь видеть все эти черные поля мы будем видеть насквозь все вселенные которые крутятся вокруг а их полным полно каждая галактика обязательно своя вот это очень важный момент то есть я не хочу сказать что мы опричены полностью просто частоты там совсем другие ну а теперь когда мы выяснили как появляется вселенная возникает вопрос а как же появилась наша самый популярный разговор это был большой взрыв хотя его не поддерживают мне кажется 80% профессионалов и я утверждаю большого взрыва не было ну и сказано это как и само очевидно и так что происходило когда появлялась наша подчеркиваю вселенная однажды в нашем родителе то есть предшествующей вселенной появилась очередная черная дыра с новой более высокой чем у родителя резонанс частотой и скоростью радиового света ну это как бы классика мы уже прошли она сразу же начала поглощать все что было в окружении находится в окружающей вселенной то есть из родителя и из приобретенной атомарной материи начало создавать облака газы пыли ну и так далее в конце концов реальную вселенную просто весенот мусор проходит все стадии которые мы видим и так для любых вселенных доказательства что я прав первое астрономы знают что уже давно доказали и тут спорить нечего взрыва не было все было постепенно доказательства полны второе для меня более важно опять-таки здесь фамилия нашего соотечественника Кашинский вот он утверждает а в принципе астрономы это хорошо знают когда галактики сталкиваются то есть создается кластер галактик то оказывается всегда происходит смещение результатов их столкновения в одну определенную относительно внешнего мира сторону они все почему-то устремляются для нас это ответ да наша вселенная это черная дыра которая крутится и в ней когда вот этот хаос происходит они помрачаются все в одну сторону это очень сильное доказательство против которого ничего не ну и последнее здесь наша галактика естественно постоянно все время следовала из своего родителя из предыдущей галактики всегда этот мусор превращался потом газы и так далее и так далее но у нас некоторые любители из области называют это темная материя что это такое почему откуда она появляется совершенно не ясно с моей точки зрения с точки зрения этой теории так постоянно в нашу вселенную внедряется внедряется материя которая в конце концов заканчивается звездами появления новых дыр но черный дыр но уже внутри то есть для меня это термин вообще никакого смысла не имеют потому что они не несут информацию будущее нашей вселенной когда она появилась мы узнали теперь что будет с нами в будущем с нами с нашим вселенной первое галактики как расходились так и будут расходиться почему потому что они светятся и другого светом толкает смещая но пока они будут расходиться черной дыри которые все съедают будут потихоньку их поглощать поглощать и поглощать то есть количество галактик должно в конце концов резко уменьшиться и потом в конце концов они друг друга начнут поглощать в конце финал внутри нашей вселенной будет только один наследник вселенная внутри этой последней черной дыры и всего 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 что такое сейчас видно останется одна черная дыра и в принципе центре нашей вселенной там уже на самом деле наклевывается очень и очень большая черная дыра хотя в любой гарантии черная дыра нет потому что это результат накопления атома внутри звезды но будем говорить не столь далеких черная дыра классическая с точки зрения астрономы насколько знают это 10-15 километров в цифре та которая самая большая сейчас она не соизмеримо больше поэтому здесь мы это снимаем ну и последнее все что было из центра космоса уходит в одну вселенную из нее черные дыры в других вселенных и так далее то еще я хочу сказать с вероятностью практически 100% в центре космоса довольно пустой там нет атомарной материи она вся ушла сюда в том числе в нашу соотношенную систему в том числе центр вселенной космоса пустой без атомарной материи ну а теперь самая главная карта космоса в целом потому что мы создали теорию которая описывает все что есть в этом космосе обратите внимание я нарисовал это как в виде изображения матреша на самом деле что происходило сначала образовалась одна вселенная большая внутри ее появились новые черные дыры еще новые вселенные естественно матерка матерешка вкладывается я написал это постарел дальше еще дальше еще дальше физически это конечно матерешка внутри матерешки внутри матерешки это с точки зрения центра космоса а с точки зрения уже нашей ну будем говорить это наша последняя а так как у нас масштабы очень и очень растут с каждой вселенной вселенной то размеры центра космоса для нас низы очень маленькие то есть с точки зрения меня как представителя этой вселенной в центре космоса все остановили все заново развитие идет только лишь в новых вселенных которых полны полно этих черных дырок которые потом соединятся и так далее ну и последний итог как я вам обещал итог самое главное в итоге потому что сказано было много я понимаю там как бы в развитии вышли и когда есть вопрос с астрономом на него легко отвечалось а здесь обратите внимание что сама теория это новое сложено в виде генезиса субсациональной парадизмы научных знаний о космосе на базе онтологии требований современной натул философии это с точки зрения терминологии сегодняшней философии я думаю можете на это предложение не обращать особое внимание для нас самое главное все что появилось новое в этой теории это всего лишь два новых 5 новых понятий вот они красные 5 новых понят а именно первое понятие атомарная материя с накоплением в центре звезд вот это очень важно когда там все идет только в центр а потом кончается черной дороги вот это самый главный движитель всего всего что есть в космосе второе динамическое модель радиоволны радиоволны для нас самое главное это источник взрыва звезд это как раз та часть которая выполняет их расширение третья идея вселенная это большая резонансная система атомов тоже очень важный вывод чтобы нас не ругали что атомы излучают а потом они падают в сходе электрон резонансная система они друг друга подпитывают и солнце из этого тратит свою энергию в сумасшедшем количестве мы это видим по температуре международного слоя дальше новое понятие наследники вселенной то есть эти черные двери это просто наследники идет продолжение идеологии развития но все что было в нашей вселенной превращается там будем мягко порошок который переходит в пыль и так далее почему потому что там совершенно разные резонансные частоты мы там уже существовать не можем и разные скорости распространения радиоволны которые не вырываются они вырываются сюда но у нас не умеют их принимать я уверен что любители в конце концов скоро начнут принимать эти радиоволны почему потому что по прошлому году я заметил англичане они проводили конференцию в Армении как раз по измерению терагерцовых частоток они уже поняли важность этого дела я уверен что эта идея сейчас очень быстро развивается в конце концов мы сможем подсмотреть что там внутри черной ну и последнее для меня самое интересное это архитектура карта всего космоса по принципу складывания русских матрешек она смотрится согласитесь очень и очень оптимистично если у каждого космонавта астронома будет висеть такая картинка для нас с вами это будет очень и очень приятно и вообще честно скажу почему я это рассказываю именно здесь именно в Питере именно в вашем коллективе хоть я и живу в Украине но я вообще родился в Новгород в Новгород первые 4 года прожил в Питере то есть я ваш как говорится моя цель основная помимо конечно научной которая должна суть это вернуть космический приоритет России Россия начинала космосом управлять Севолковской и так далее задавили да задавили сильно особенно в последнее время так вот наша с вами задача вернуть космический приоритет России вот эта теория я уверен что не всякой конкуренции задают все остальные попытки ее объявляться а могу сказать что я в принципе это рассказывал впервые год назад в Греции на всемирном конгрессе приехала больше трех тысяч академиков так здорово и так далее со ста пяти стран мира в зале меня слушали больше ста человек но там общение на английском языке для меня что русский что английский одно и то же ни одного замечания все как говорится то что называется Добрямс я с тех пор выступал у нас на Украине в ряде вузов и так далее конференция эти материалы опубликованы даже в ДНСК документах все нормально я уверен что шансы у нас с вами большие надо брать власть в свои руки это моя абсолютно веро в нас объективно почему потому что все управление в космосе начинала Россия она должна продолжать уверенно это вопрос будьте добры верните пожалуйста страницу до 10 9 до 8 сейчас до 10 предыдущая вот 9 стоп стоп еще пониже ниже этой стоп нет нет то что выделено а вот то что было вот это по поводу запретов вопрос скажите пожалуйста как предполагается вести борьбу в виде свободной научной дискуссии или так как у нас запрещали кибернетику генетику и так далее решительно вопрос супер автомат вы абсолютно правильно выслите я с вами солитарен но в шаг в этом направлении я как раз сделал в Греции в двух словах что буду я рассказывать в своем выступлении завтра в это время вечера на том я буду рассказывать о том что ну я сам компьютерщик приехал к философам я смотрю насколько они ущемленные насколько это же люди которые начинали основы науки контролировали их вначале а сейчас они какие-то ну извините за выражение пришли это кто философы всего мира ну да все пришибленные всего мира и мы с вами мы не но мне важно другое философия это мать всех наук и когда мать такая ущемленная я естественно пошел к самому главному который там руководил этим от Греции секретарь дальше еще там с рядом ведущих специалистов честно скажу я вначале слышал реакцию кто ты что это дорого это невозможно это не для нас это нам не пассивно один раз сказал другой раз сказал а у них предпоследний день были выборы нового руководства философии всего мира и только избрали я через пять минут сразу подхожу и спрашиваю этого Гаррика президента Гаррического общества но как мы идеи прошли потому что мне ничего не сказали конечно же конечно сто процентов сразу я спрашиваю президента все таки выше а я его всего вот увидел вот тут а сейчас вот и все он говорит конечно же конечно я знаю что мне это написали я буду это делать хотя это не так легко и просто там заперед хочу сказать следующий конгресс будет в восемнадцатом году в Бекине я уверен что в Бекине на сто процентов это прозвучит и будет объявлено о создании всемирной организации наук задача которой поддерживать вот эту функцию философии как координатора контролера всех наук она просто так же как я сделал с астрофизикой спокойно в мягких травах произнес это и все там физики меня физики философы все поддерживают ну больше ста человек и здесь то же самое будет почему потому что весомый аргумент так же как у ООН у ООН собрались один сказал другой сказал кредит и какой же метод я уверен что будет что-то типа вот ООНовской системы голосования выступает один философ другой тот самое главное другое что в работе этих философов должно полностью поменяться принцип мышления если они сейчас говорят суперслово но он рассказывает то что там Платон говорил 2000 лет назад кому это здесь сейчас интересно их наказывают и нет никакого финансирования потому что нет никакой отдачи от этой красивой но извините болтан а вот когда они начнут оценивать науки вклад астрофизики в то же самое сколько денег потратили на тот же коллайдер и так далее а толку с того потому что вы обманывали население всей Европы оценивать допустим ту же нанотехнологию которую все уважают я тоже ее очень обожаю но там очень много подводных камней которые могут оопнуться любому и вот когда они это выскажут то есть им нужно быть нечистыми философами как они сейчас жить историческими фактами домами и так далее а им нужно четко вникать в то что происходит но с точки зрения реальных объектов а с точки зрения принципа доказательства и достоверности полученных результатов вот астрофизики доказательств как говорится полным-полном Эйнштейн столько писал теоретично ну короче все они столько пишут а ответить на вопросы самые главные которые объективны достоверны природных всяких явлений а я тут перечислил они не могут зачем мне теория которая не может ничего мне сказать о явлениях природы он гнать ее отсюда и все ну короче честно скажу это не моя задача я я их подтолкнул а там супер хорошие люди супер все интересно я был в месте где разделась сама философия Афина они создадут ли в науке новый 1937 год будем так говорить обязательно вы что сомневаетесь будем так говорить в этом процессе участвуют все философы земного шара в том числе и американцы в том числе и россияне там было 300 россиян это 10% присутствующих наука под контролем это страшно как определить какая антинаучная и какая научная короче кто будет судить кто оставит это хорошая я согласен с вами это очень острый момент я не навязывал им идеологии я уверен что они сейчас исходя из своих философских соображений по которым я родил эту астрофизику новую они сделают такой же справедливый инструмент там у них нет этого вольтенвизма гектатуры и так далее там люди мыслящие они рассказывают как нужно правильно доказывать и не приказывать не приказывать вот это очень важный момент хотя я с вами солидарен на 1000% 18-й год не так далеко я так понял что меня туда обязательно затянут мне сказали вот чем кончится я не знаю но мне важно другое мысли вашего коллектива борьбы с лженом и то что я сделал год назад хотя я в вашем коллективе выпускать еще не дал они совпадают на 100% важно то что я вам даю новый инструмент включайтесь в этот процесс я могу дать координаты кто этим занимается завтра прозвучат фамилии президента и так далее включайтесь и навязывайте свое но не 30-е ротовом что я согласен я могу дать я могу дать что я могу дать Продолжение следует...